Салют, чуваки! Меня зовут Don't Sleep With Me. 27 ноября 2021 года два человека пришли в один из домов в Дугласвилле, примерно в 20 милях к западу от Атланты, с намерениями приобрести самодельный пистолет. Однако вместо этого они осуществили кражу и скрылись с места преступления. 13-летний продавец открыл огонь по грабителям из призрачного оружия, чтобы предотвратить акт воровства, но случайно выстрел в грудь своей 14-летней сестры. Это нашумевшая и трагичная история 14-летнего рэпера Лил Ибиджи, который считался восходящей звездой американской андеграунд рэп-сцены и успел поработать с Клакфоти Спас, Тано и Слайм Сита. Мы подробно разберем биографию мальчика и рассмотрим дело, в котором он является главным фигурантом. Уилсон Скотт-младший, известный под своим сценическим псевдонимом Лил Ибиджи, родился 11 сентября 2008 года. Семья Скоттов много лет путешествовала по Атланте в поисках дома и в конце концов поселилась в Гюнете. Когда мальчику было 9 лет, его отца посадили за стимуальное насилие над несовершеннолетней. Происшествие случилось, когда Уилсон Скотт-старший присматривал за одной из своих дочерей и ее подругой в своем доме, где девочки остались на ночь. Мужчина подобрал момент и совершил истинные действия над подругой дочери. Жертве удалось покинуть дом под предлогом того, что ее мать больна и попала в больницу. Позже девочка сообщила произошедшим в полицию, что привело к аресту обвиняемого. Во время судебного заседания другие члены семьи Скоттов отзывались о Уилсоне-старшем исключительно положительно. Они выделили его как надежную опору и замечательного отца, несмотря на все произошедшее. После данного инцидента Лил Ибиджи, его братья, сестры и мать переехали в Атланту. Уилсон Скотт-младший провел большую часть своих юных лет в постоянных исключениях из различных средних школ за драки. В конце концов, жизненный путь мальчика пересекся с ГЛАК Фотис Пэс, который является рэпером и владельцем Ибиджи Рекордс, что стало для него источником вдохновения для занятия рэпом. Можно сказать, что паренек стал детищем Ибиджи Рекордс. Первое официальное музыкальное произведение от Лил Ибиджи увидело свет 1 мая 2021 года. Уилсон-младший предстал в песне Ready for War вместе с ГЛАК Фотис Пэс и Гоу Уна. После этого юный артист отметился на альбоме Two Glocks от ГЛАК Фотис Пэс. Несколько проектов помогли молодому исполнителю обзавестись своей фан-базой, вследствие чего 27 августа 2021 года парень выпустил дебютный микстейп Could've Been Wars при участии ГЛАК Фотис Пэс, Бэйби Солид и Тана. Однажды мальчик рассказал, что Алекс, так зовут ГЛАК, стал его наставником во всех аспектах жизни. Присоединение к Ибиджи в раннем возрасте оказало огромное влияние на его успехи, поскольку благодаря ГЛАК Фотис Пэс он познакомился с Тана, который даже пригласил молодого рэпера выступить на своем концерте в Атланте. Позже парни даже выпустили еще одну совместную песню. Стивен был хорошим источником вдохновения для Уилсона-младшего. В силу возраста он легко поддавался влиянию, поэтому общение с такими парнями, как Алекс, накладывало негативный отпечаток на его мировоззрение. Темная сторона жизни маленького Ибиджи сводилась к тому, что он приобретал компоненты через интернет, затем самостоятельно собирал пиститы в своей комнате и реализовывал их на улицах. Если я все правильно понял, то процесс приобретения деталей и последующей сборки пистолетов вполне законен в США, так как они составляют около 80% готового оружия и, согласно законодательству, не считаются огнестрельным. Важно отметить, что для осуществления этих покупок парню необходимо было использовать банковскую карту, предоставленную, очевидно, кем-то старше 18 лет. Наступает судный день, а именно 27 ноября 2021 года, когда два клиента попытаются ограбить Лил и Биджи. Около двух часов дня Юсуф МакАртур, Эл и его напарник пришли к дому молодого музыканта с намерением передать деньги и забрать пистолет. Однако вместо этого Юсуф нанес удар по голове юного артиста, прихватил призрачный пистолет и скрылся. В этот момент потерпевший схватил другой самодельный пистолет и попытался за***ть грабителя. Однако выступом попал в правую часть груди 14-летней Киры Скотт, своей родной сестры. Присутствующие в доме люди попытались доставить Киру в больницу, но остановились на заправке, где их встретили полицейский и медицинский персонал. В этот момент Лил и Биджи кричал и умолял помочь его умирающей сестре. Он плакал и говорил, не умирай, не умирай. Девочку успешно доставили в медицинский центр, где была констатирована ее смерть. В тот же день Уилсон Скотт-младший был арестован и обвинен в ухусти своей сестры, а также в незаконном ношении оружия. Мальчик признал свою вину. 19-летний Юсуф МакАртур-Л был обвинен в ограблении, похищении и убийстве, поскольку совершенное им преступление привело к гибели человека. К сожалению, о втором злоумышленнике ничего не известно. «Это так грустно, потому что мать теряет сразу двоих детей», — сказал шериф. «Мне не удалось найти официальную информацию о том, сколько лет Лилы Би-Джи должен провести в тюрьме, но, по слухам, он выйдет в возрасте 17 лет, то есть через два года». Глокфотис Пэс посвятил душераздирающую песню «Whenever Win» этой ситуации, выражая сожаление о том, что он хотел сделать своего брата лучше, но вместо этого потерял сестру. Как же так произошло, что 13-летний подросток занимался заказом деталей для оружия, их сборкой и продажей в разных округах? Кто-то должен нести за это ответственность и, скорее всего, проблемы в его родителях, особенно в отце. Кроме того, криминальное окружение мальчика также оказало свое влияние. Глокфотис Пэс находится в тюрьме по обвинениям в нападении, вооруженном ограблении и незаконном хранении оружия. Еще один участник IBJ Records, Коу Уна, также отбывает свой срок за ух... В прошлом году Лилы Би Джи выпустил два сингла, на одном из которых отметился Слайм Сита. Также был представлен дебютный альбом 9-1-1, датированный 11 сентября 2022 года. Что будет с парнем дальше? Огромный вопрос. Будем надеяться только на светлое. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии о ком или о чем мне еще стоит сделать ролик. Не забывайте про мой инстаграм и телеграм. Там вы сможете пообщаться со мной, а также заранее узнать о выходе нового ролика. Это был Don't Sleep With Me. Люблю вас. Пока.